Здравствуйте! С вами программа «Ладушки». В новом году самое приятное, наверное, не сам праздник, а его ожидание. Мы с таким трепетом наряжаем дом, продумываем меню, выбираем подарки, что потом эти моменты остаются в нашей памяти навсегда. Советы от опытных мам, как сделать этот праздник незабываемым, смотрите в нашем первом сюжете. С тех пор, как у меня появились детки, Новый год это стало вообще каким-то волшебным праздником, потому что раньше я ждала его, ну просто чтобы отметить Новый год с друзьями, с родителями и все. А теперь хочется сделать что-то волшебное для собственных деток. Создаем уют дома. Делаем генуборку, наряжаем елку и вечерами проводим с семьей уютно, за приятным фильмом или за чашечкой кофе. Составляем список меню, продуктов, что нужно будет, соответственно, список гостей, список подарков. Это все уже тоже составляется, то есть это уже такая продуманная, запланированная импровизация. Скажите, пожалуйста, всегда ли у вас получается на Новый год, 31 числа, быть вот такой энергичный, веселый, гармоничный, все ли прям вот получается? Я сначала запланирую много всего, думаю, вот я это все сделаю, я все это знаю, да? И 31 числа или вообще накануне какого-то праздника получается так, что, господи, зачем оно мне вообще все нужно, быстрее бы все закончилось уже, да? И вот я в этот Новый год вообще не хочу так. Мы привыкли встречать Новый год, это у нас вот чисто такой семейный праздник, мы дома, но и то я успеваю устать и как-то вот, ну, напрячь всех, так сказать, да? Да, как будто работа такая вот, которую делаешь уже, выполняешь, вот прям с тяжестью какой-то, с неохотой. Поэтому давайте, раз уж мы начали с себя, опишем наш внешний вид, в чем вы на Новый год. Вот напишите себе, например, платье, да, какое у вас будет платье, какой у вас будет наряд, прическа опять-таки, подумайте, если вам будет кто-то делать, то напишите, что нужно найти стилиста, парикмахера, визажиста, записаться заранее, да? Ногти обязательно, да, маникюр, то есть записаться на маникюр, обязательно выделить для себя, вот прям, вот сейчас запишите, прям подчеркните, да? Это могут быть спа-процедуры, это может быть массаж, это может быть, не знаю, просто вы выйдете куда-нибудь, пообщаетесь с подружкой, так, чтобы вы немножечко расслабились. Возможно, вы уже сейчас задумываетесь о том, что, например, я хочу на Новый год постранить, там, килограмма на два, на полтора, хотя бы на один, да? У нас есть еще две недели. Поэтому, может быть, составить какое-то свое меню, если это есть в вашем, вот, ну, видении. Какая вы в ваших мечтах, фантазиях? Радостная, счастливая, да, такая незагруженная лошадка, да, которая вот все уже надоела. Поэтому легкость, да, вот эти вот самые главные слова. Я думаю, что за год у вас накопилось, наверное, ну, хоть чуть-чуть-то, ну, что там греха таить, наверное, много накопилось всего, да, там вот обиды, может, какие-то, недовольство, усталость, еще что-то. Я вам предлагаю все это выгрузить и вот за эти две недели, которые у нас до Нового года, да, и в Новый год уже войти такими легкими, счастливыми, прям 31-го быть уже такой радостной, веселой, довольной. Поэтому мы будем писать такие списки. Список благодарностей к 2016 году. По-любому что-то хорошее у вас случилось. Еще вы можете написать такой список целей и желаний на Новый год. Можете уже написать сейчас, а можете написать его в начале, например, в январе 2017 года уже, да. Все ваши незавершенки. Вот что вы не доделали, что вы желали, что вы ставили целями на 2016 год, но не доделали, не сделали. Подумайте еще раз, вот завершите их, просто вот можете даже себе написать. Я мечтала об этом. Все, закрываю это, просто снимаю. Если вдруг будет нужно, если вы захотите, то в 2017 году вы заново его просто начнете. Но не надо вот это продление вот этого делать. Нужно обязательно закрыть вот это вот желание свое. И заново его можно начать потом. Идем дальше. Дальше чуть-чуть посложнее. Письма обид. Вы знаете, что такое, да? Письма обид. Вы даже можете написать вот элементарно легкое самое. За что и на кого я обижаюсь. Просто выпишите там вот эти 50 пунктов. У кого-то может и поменьше, конечно, да. Хотя бы просто выписать из головы, выгрузить это все. Пишите, дорогой кто-то там, дорогой Вася, я злюсь на тебя за это. И прям все нужно выписать, все, что в голове. Обижаюсь на тебя за это. Мне грустно от того, что мне жаль, что вот так-то, так-то, да. И потом вы завершаете, благодарите человека. Я тебя прощаю. Пишите, что вы хотели бы в дальнейшем, какие отношения с ним, да. Например, я больше не хочу там с тобой видеться. Ты живешь своей жизнью своей. Или дальше мы живем и не ссоримся там в мире, в ладу. Есть еще такая практика, что вы пишете ответ от этого человека, что там, дорогая вот, ну, себе, я тебя прощаю. Мне жаль, что я тебе так сделал, там, и так далее. Ну, здорово выгружает, на самом деле. Как-то прям вдох-выдох такой. Интересно. И все ваши долги, девочки. Долги имеются в виду не только материальные, вот эти вот финансовые, да, но еще долги, может быть, по делам по дому, долги в отношениях. Может, вы кому-то что-то обещали. Постарайтесь их закрыть. Следующий наш вопрос про дом. Какие у вас вот моменты с домом? Что вы хотите там делать? Что вы планируете? Возьмите, пожалуйста, вот листочек прям большой, да, дома уже, и распределите, либо же это будет ежедневник, и прям вот распределите, что и где вы будете делать. Сначала вы пишете такой большой список. Я начинала уборку дома с того, что выгребала сначала все вот эти вот потаенные, где-то там вот эти дальние углы, где тяжело, да, это сделать. Все там вычистила, шторы обязательно. Я на кухне даже потолок помыла. Вот такие вещи. То есть каждый день что-то вот по чуть-чуть я делала. Единственное здесь, девочки, как мы обычно любим, не загоняться, да. Если вы даже поставили, наметили какие-то масштабные цели, планы, все равно закройте глаза и подумайте, вот оно мне надо, вот без этого я проживу, да. У меня мама любит ремонт сделать на Новый год, потом, конечно, недоделывается, они рой потрачены. Ну, как бы вот такие вот моменты бывают. Еще расхламление. Первый день это вещи, одежда там, шапки всякие и так далее. Третий день это, например, сувенирчики, да, вот прям берете, смотрите, оно мне нужно, оно меня радует. Забуду ли я человека, который мне это подарил, если выкину вот эту вот игрушку или кому-то подарю? Скорее всего, нет. У кого есть дети, переберите все игрушки. Многие из них уже не актуальны. Украшение дома, оформление дома. Посмотрела в интернете, мне стало очень интересно. Елочка, оказывается, делится на три уровня. Вот этот нижний, это у нас предки, да, то есть сюда мы ставим пращура, туда же складываются как бы подарочки. Вот. Здесь у нас, значит, это настоящая зона настоящего, что у вас сейчас есть или что вы, например, планируете, может, там фигурочку машинки какой-нибудь. Может, вы сами сделаете игрушку, как раз у вас будет прям целый вечер, когда вы там с мужем, там с мамой, с ребенком это все сделать, кто о чем мечтает, да, так, раз и повесить. Ну и верхняя часть, это связь уже вот с будущим. И с 29 по 31, хотя бы вот эти вот три дня, ну хотя бы два дня возьмите на отдых, чтобы вы провели их с семьей, посмотрели фильмы, сходили на горки, поделали что-то такое совместное. Ну и в завершении я вам пожелаю одного, дайте возможность чудесам случаться, поэтому будьте открыты к новому, не получается, что-то, значит, так и должно быть, да. Вот. Ну и счастливого Нового года, чтобы вы действительно такая веселая, гармоничная, довольная, счастливая встречали Новый год и прожили в таком состоянии весь 2017. Только что мы поговорили про Новый год, как готовиться к Новому году. И каждый, наверное, хочет украсить свою квартиру по-особенному. Кто-то наряжает елку, вешает гирлянду. Я предлагаю сегодня вам сделать украшение наклейки на стекла, на зеркала. Вот примерно так они получаются. Это при помощи витражных красок создается. Они, когда застывают, наклеечка вот так отклеивается и спокойно переносится на любое стекло, зеркало. И также обратно можете потом убрать и на следующий год снова эту наклеечку приклеивать. Что нам потребуется для того, чтобы создать это украшение? Нам потребуется рисунок-трафарет. Вот такой. Потом виниловая пленочка. Если нет виниловой пленки, подойдет обычный файл. Мы приклеиваем сюда, берем контур. Контур – это более густая краска витражная, которая при засыхании образует такой контур. И потом мы уже начинаем заливать витражными красками весь рисунок. Если густо намазать, примерно 12 часов засыхания будет происходить. И потом уже можно будет отклеить эту наклеечку и приклеить уже готовый рисунок. Открывайте контуры свои черные и начинайте рисуночек свой обводить. Чтобы наклеечка потом хорошо сходила, обязательно не допускать пропусков. То есть у вас должно быть все, единый рисуночек. Приходит праздник детства, такой любимый. Звон бокала, звонкий смех. Пожелание счастья и удачи. Новый год. Новый год – семейный праздник. Но, к сожалению, не у каждого ребенка есть возможность отпраздновать его со своей семьей. Проект «Видеопаспорт» Елены Кизяковой уже много лет работает для того, чтобы каждый малыш смог почувствовать тепло домашнего очага и провести новогоднюю ночь в кругу самых близких людей. Ну, что можно сказать о том, как учится эта девочка? Она учится хорошо. Она молодец. Десять лет назад впервые в эфире программы «Пока все дома» появилась рубрика «У вас будет ребенок». И после того, как мы показали ребятишек, практически все, кого мы показали, были устроены в семье. Причем до этого эти ребятки находились по несколько лет в детских домах, в домах ребенка. И вот тогда мы поняли, что видео, профессионально снятое видео, производит совсем другое впечатление на потенциальных усыновителей, приемных родителей, нежели те фотографии, которые есть на вооружении органов опеки. Но так как в году всего 52 воскресенья, поэтому мы могли показать всего 52 ребятишек. На тот момент, когда мы начинали работать с этой темой, в учреждениях было 140 тысяч детей-сирот. За эти 10 лет ситуация изменилась. Порядка 70 тысяч ребятишек в учреждениях. И вот видеобаза данных, наша видеопаспорт, уже насчитывает тысячи отснятых видеороликов о детях. И 75% детей, на которых были созданы видеопаспорта, уже устроены в семье. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Нашей Юлечке 2 года 3 месяца. В дом ребенка она поступила в 1 год 5 месяцев. 10 лет существует рубрика. И вот через год после начала рубрики мы сделали первый видеопаспорт. Это такой полный фильм о ребенке. В рубрике мы все-таки ограничены хронометражом первого канала. Это 5-7 минут максимум. Видеопаспорт не ограничивает нас в хронометраже. То есть мы даем всю информацию, которую только нужно узнать о ребенке. Это и комментарии врача полные, очень честные. Это комментарии педагогов и занятия с ребенком. То есть мы показываем, насколько развит ребенок. Если это ребенок-дошкольник, это занятия с логопедом, с дефектологом. Если это ребенок школьного возраста, это занятия в школе, ответ у доски, анализ его тетрадей, контрольных и рабочих, комментарии учителей основных предметников. Ну и, конечно, с детками, которые могут разговаривать, мы пытаемся поговорить. Собеседование – это, я считаю, такой очень важный момент, чтобы раскрыть личность ребенка. Тем более дети у нас сейчас более старшего возраста, и с ними очень интересно разговаривать, понимая, чем живет ребенок. Что же касается задач видеопаспорта, то помимо вот такой огромной видеобазы для детей-сирот, мы преследовали еще одну очень важную цель – это оградить ребенка от бесконечных смотрин. Потому что на сегодняшний день существует фотобаза о детях-сиротах, и очень скупая информация – глаза, серые волосы, русый характер спокойный, и фотография ребенка. Когда-то это вообще были черно-белые фотографии. Сейчас это хорошие, красивые фотографии, но все равно понять до конца, какой это ребенок по фотографии невозможно. Очень часто родители могут нафантазировать себе одного ребеночка, а их встречает тоже хороший человечек, но совсем другой, не такой, которого они представляли. И вот когда это детки, особенно понимающие, что происходит, им приехали раз посмотрели и не приехали, а он их ждал. Второй раз приехали и снова его предали, потому что он относится уже к этому как к предательству, потому что однажды ребенок, оказавшись в этом учреждении, уже был предан. Поэтому вот эти бесконечные смотрины, которые травмируют ребенка, я считаю, недопустимы. То есть люди должны заочно, очень близко познакомиться с ребенком, узнать о нем всю правдивую информацию, именно правдивую, оценить свои силы, возможности, потому что есть детки сложные по здоровью, сложные по поведению. И вот надо понимать, в состоянии ли потенциальный усыновитель, приемный родитель справится с этими проблемами, готов ли он нести этот груз. И вот только после этого, когда он сам примет решение, когда посоветуется со всеми членами своей семьи, обсудит с друзьями, педиатрами, педагогами, и вот только после этого надо приезжать к ребенку. И, как правило, те люди, которые приезжают по видеопаспорту, чаще всего дают согласие на принятие ребенка к семью. Мы в Уфе уже третий раз, что удивительно, мы работаем с 35 субъектами Российской Федерации и с одним единственным городом, городским округом. Это Уфа, это уникальная ситуация, да. В Уфе мы уже в третий раз. Город Уфа молодец! Они сами вышли с этой инициативы, и мы их поддержали. Они сами нашли нас, сказали, у нас есть дети в учреждении, мы хотим работать с вами. Как можно было отказать? На сегодняшний день мы сняли 47 видеопаспортов для ребятишек, 28 детей уже находятся в семье. В этот раз мы планируем снять 20 ребятишек, ну и я тоже надеюсь на результат, что многие из них будут устроены в семье. И тоже хочется сказать, что в основном мы работаем с такой трудноустраиваемой категорией ребят. Это детки из старшего возраста, дети, братья, сестры, по двое, по трое, детки со сложными диагнозами, ну потому что таких здоровых маленьких детей устраивают и без нашей помощи. Каждый человек в меру своих сил, возможностей, обязан помогать вот таким детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Нижайший поклон тем людям, которые принимают этих детей в семье. Но не у всех есть такая возможность. Я и наша команда может помогать этим детям вот именно с профессиональной телевизионной точки зрения, создавая такие качественные фильмы о каждом ребёнке. В наших руках мощный информационный ресурс, в наших руках первый канал. Кто-то бабушке вяжет пинетки, приносит, они этим могут помочь. Кто-то покупает подгузники, приносит в учреждения. Работают в учреждениях замечательные люди. Случайных людей в этих учреждениях нет. То есть случайные люди здесь не задерживаются, потому что это работа и душой, и сердцем, и физически очень трудная работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова